На минувшие выходных в Историко-Крыльевическом музее состоялось мероприятие под названием «Огонёк под колпаком». Напомню, подобное мероприятие прошло в рамках городского проекта «52 выходных дня». Гостями стали учащиеся девятой школы. Пригласили детей, которым будем рассказывать о том, каким образом человек приручил огонь, начиная от костра до сегодняшних светодиодных и светосберегающих ламп. Мероприятие проходило в две стадии. На первой лекционной ребятам рассказали историю создания электрических и керосиновых ламп. Как они работают, кто первый изобретатель. Посмотреть было на что, ведь в музее находится огромное количество экспонатов. То есть на каждом из таких мероприятий мы рассказываем о каких-то музейных предметах. Некоторые из них находятся у нас не только в витринах музея, но и в фондах, в хранилище. К примеру, сотрудники Историко-Крыльевического музея показали принцип работы керосиновой лампы. Вот в такую емкость, обычно металлическую, заливали керосин и опускали туда вот такой вот фитиль, который протянут вот таким вот образом. Фитиль намокал, значит, керосин таким образом перегорал и фитиль потихонечку тоже сгорал. Как в любом учебном заведении, за лекцией следует практика. Гости мероприятия закрепили получившие знания в игровой форме. Поделившись на три команды, участники квест-игры проходили девять запланированных станций. Здесь несколько станций, здесь вот Койпасадцева, это видите, и тот материал, который они получили в лекционном зале, они применяют на практике. Кто-то справился с заданием, кто-то нет, но абсолютно все ребята остались довольны мероприятием. Мероприятие мне понравилось, потому что было много интересного о электричестве, о лампочках, огне и о факелах, как их создавали. Проект 52 выходных дня будет реализовываться в течение всего года. По словам организаторов, впереди жителей ждет еще много интересных мероприятий. Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».